Единый день безопасности дорожного движения прошел в Видновской школе номер 7. В рамках мероприятия на открытый урок по правилам дорожного движения собрали учеников начальных классов. Сотрудники госавтоинспекции рассказали ребятам о правилах перехода дороги, различных дорожных ловушках и напомнили о необходимости пристегиваться ремнем безопасности. Призвали родителей придерживаться основных правил на дороге. У нас прошли зимние каникулы. 13 января это закончилось у нас радостное событие. И наши дети обратно вернулись в школу, поэтому еще раз мы хотим им напомнить, как себя нужно правильно вести на дорогах, чтобы они опять собрались. Ученики третьего класса, в свою очередь, тоже подготовились к встрече гостей. Вместе с родителями своими руками сделали макет части города, на котором наглядно видно знаки, светофоры участников дорожного движения. И торжественно передали макет инспекторам ГИБДД. Мы хотели сделать, знаете, коллективную работу, чтобы ребята, чтобы вы все вместе, ребята, сдружились, чтобы вы могли помогать друг другу, рассказывать, что можно интересного делать, дарить какие-то интересные эмоции даже во время выполнения этой работы. Мне очень приятно, что, выполняя эту работу, к нам присоединились наши родители. Главная цель таких уроков – предупредить несчастные случаи на дорогах. Подобным занятиям в школе нужно уделять больше внимания, так как не только родители, но и общество в ответе за будущее поколение. В прошлом году у нас был один несчастный случай. Мальчик переходил по пешеходному переходу, но, правда, он был нерегулируемый. И машина не заметила, и ребенка сбила. Конечно, вина была не ребенка, но все-таки был такой несчастный случай. Поэтому мы детей стараемся учить, чтобы они внимательны были даже в таких ситуациях. Чтобы предотвратить несчастные случаи, желательно, чтобы такие мероприятия проходили в каждой школе. Что касается статистики, то за прошлый год в дорожно-транспортных происшествиях у нас пострадало 15 детишек. К счастью, погибших детишек у нас не было. В этом году, на сегодняшний день у нас дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, с погибшими не было. Дорожно-транспортное воспитание и профилактика – одна из приоритетных задач, который ставит перед собой ГИБДД, родители и школа. Я как мама знаю, что родители могут не всегда доглядеть за своим ребенком. И что такие мероприятия очень полезны для детей. В финале открытого урока сотрудники госавтоинспекции детям вручили памятные сладкие подарки. Татьяна Соловьева, Ие Адамия, Наталья Буслаева, Видное ТВ.